здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок 2018 году погода позволила продержать полностью нормальном состоянии томатную теплицу аж до начала октября к сожалению первые заморозки убили наши растения которые находились близко к открытой форточки однако же растения которые находятся внутри все еще остаются красивыми зелеными и не поврежденными болезнями ну вот могу вам показать даже еще цветочки цветут и на листьях нет никаких болезней не фитофторы не кладоспориоза ничего нет при этом напомню вам что я в этой теплице обходился исключительно биологическими средствами защиты а она как раз была на сильном инфекционном фоне несмотря на то что я очень сильно старался в ней поддерживать хороший фитосанитарный режим с помощью биологических препаратов и таких ну не химических средств защиты растений что называется я упустил один важный момент неизвестно откуда и по какой причине в ней взялась белокрылка белокрылка не является таким типичным характерным вредителем для белорусских теплиц потому что она в беларуси практически не способна к перезимовке однако потепление климата устройство вот таких поликарбонатных теплиц способствует тому что белокрылка уходит на зимовку и даже может сохраниться при всем том для умеренной зоны возделывания растений защищенном грунте белокрылка чаще всего появляется из грунтов к сожалению это бывает часто я сам с этим сталкивался что грунт который мы покупаем для рассады состоит или содержит в себе примесь грунтов которые раньше были в теплицах промышленных теплицах конечно в том числе в тех которые были заражены белокрылкой соответственно белокрылка туда попадает затем через рассаду попадает защищенный грунт это основной путь нахождения белокрылки в этой связи очень важным моментом профилактики белокрылки является пропаривание грунта ведь личинка белокрылки вот и мага сама само насекомое с белыми крылышками не способна перезимовать а ее личинка отрываясь кусочком листика и падая вниз на землю вполне способна перезимовать пережить зиму в том случае если эта зима будет ну такой не не очень-очень жесткой в этой связи даже осенью уже надо начинать мероприятие по профилактике белокрылки самое главное что необходимо сделать это исключить возможность попадания вот этих вот личинок белокрылки которые еще и закрываются таким мощным мощным восковым панцирем можно сказать налетом исключить ее попадание в почву в этой связи наша рекомендация об укрытии поверхности почвы в защищенном грунте спанбондом является очень и очень эффективным потому что через спанбонд это личинка никаким образом проникнуть внутрь грунта не может разумеется что мульча в этом случае является самым неудачным вариантом для того чтобы обезопасить себя от белокрылки потому что избавиться от нее потом будет очень-очень сложно придется сгрести всю мульчу и желательно сжечь конечно если белокрылки у вас нету то любые способы укрытия почвы хороши но если белокрылка есть все-таки а убирайте растения по засти по грунту который у вас как-то немножечко защищен и заслан весной устилайте грунт спанбондом какими-то нетканными материалами другими для того чтобы предотвратить попадание вместе с листьями туда и болезни и в том числе такого опасного вредителя как белокрылка когда вы будете убирать растения постарайтесь после того как вы убрали растение из теплицы полностью убрать все растительные остатки это будет хорошей профилактикой и против болезней и против вредителей особенно белокрылки оранжерейная белокрылка действительно сложно может ну не может она перезимовать в условиях беларуси умеренные зоны а вот капустная белокрылка и табачная белокрылка уже вполне перезимовывают поэтому этот прием прием застилания поверхности почвы спанбондом перед высадкой рассады а также максимальное избавление поверхности почвы от любых растительных остатков является очень важным напомню что вот эта личинка белокрылки которая зимует она уходит в зимовку под восковым панцирем в этой связи внесение каких-либо инсектицидов и обработка какими-то инсектицидами в том числе биологического происхождения такими как метарезин или баверин не является эффективной мерой профилактики белокрылки в теплице на поверхности теплицы в отличие от паутинного клеща белокрылка не сохраняется поэтому обработка поверхности теплицы внутренней поверхности теплицы не является профилактикой против этого опасного вредителя в этой связи будьте осторожны при первых появлениях белокрылки начинайте с ней активную борьбу как с ней бороться в течение весны и лета как ее обнаружить на рассаде как не дать ей возможности попасть нашу теплицу я вам обязательно расскажу попозже ну а сейчас когда происходит очистка теплиц пожалуйста сделайте эти мероприятия кроме того если вы обнаружили у себя в теплице белокрылку даже в середине лета и уже начали какие-то меры борьбы никогда не высевайте сидераты в томатную или любую другую теплицу с белокрылкой белокрылка поселяется на сидератах она повреждает более 600 видов растений различных в том числе сидеральные культуры и особенно вкапывание сидератов является тем самым приемом который позволяет белокрылки пережить зиму перезимовать и сохраниться в почве на хорошей глубине в нормальных комфортных условиях в этой связи будьте осторожны сидератами защищенном грунте не переусердствуйте своем желании создать максимально благоприятные условия для своих растений все необходимо делать в меру на этом я с вами прощаюсь всего доброго до встречи